Танк Т-72 Танк Т-72 истинный покоритель бездорожья В этом ему просто нет равных Но амбициозные горожане считают, что их кроссоверы, как и танки, тоже грязи не боятся Сможет ли паркетник угнаться за танком? Когда спидометр становится бесполезным? Все это мы решили проверить на себе Каждая машина пройдет три испытания 400-метровый круг с рытвенными разбитыми поворотами и окопами Затем скоростной участок, прямая грунтовая дорога И финальный заезд, огромные глубокие лужи Мы их назвали грязевые ванны Танк Т-72Б Его 12-цилиндровый дизельный двигатель С мощностью 840 лошадиных сил Которых достаточно для того, чтобы развивать скорость Порядка 60 км в час Согласитесь, довольно неплохо для машины Весом 44,5 тонны Танк уникальная по своим качествам машина Конечно, салон не настолько комфортный, как в городских авто Зато здесь несколько систем безопасности Которые позволяют уберечь экипаж даже от радиации и отравляющих веществ Это было круто Такого времени на внедорожнике явно никто не покажет Фух, вот он настоящий покоритель бездорожья Казалось бы, как легковушка может тягаться с таким исполином? Однако многие спецподразделения дают приоритет этим вездеходам Юркие, скоростные, проходимые С их помощью войска успешно действуют как в городских условиях Так и в лесисто-болотистой местности Правда, здесь далеко не армейский характер Под капотом этого внедорожника Трехлитровый дизельный двигатель Выдающий 250 лошадиных сил При массе чуть более двух тонн он может разогнаться до скорости 190 км в час Хотя на первом этапе нашего состязания скорость не главная Здесь важна подвеска автомобиля Его клиренс и умение одновременно крутить четырьмя колесами Посмотрим, как этот внедорожник выдержит трассу По ней уже проехал танк И приходится наблюдать за дорогой Потому что довольно много разбитых участков Немножко страшновато В первую очередь страх вызывают небольшие, но глубокие окопы Которые разбросаны по всему кругу Если авто заедет в него колесом То выехать самостоятельно уже не получится А вот этот участок я не пойду Я его лучше объеду Сомневаюсь, что машина сможет преодолеть этот Роб, который выкопал танк Этот этап выиграл танк Моя нерешительность отбросила джип на второе место Ну что, как? После тебя ехать по трассе невозможно Ну, согласись, в этот раз ты проиграл Согласен, проиграл Половину участка, а пришлось срезать Бывает? Ну, я думаю, что на скоростном этапе Я тоже так буду уверен Давай, посмотрим Казалось бы, на прямом маршруте Победа внедорожника очевидна Но дорога непредсказуема И вот мы на скоростном участке Порядка 400 метров нам надо проехать Машина разгоняется за 9 секунд до сотни А это значит, перед танком у меня будет большая фора Поехали! Разогнаться больше 80 мне не удалось Дорога хоть и укатанная, но сильнее нажимать на педаль газа опасно Полевые ухабы могут вмиг выбросить машину на обочину Да и тряска в салоне почти как на аттракционе Но, честно говоря, даже небольшая ямка дает о себе знать Танку в этом плане, конечно же, попроще У танка скорость ниже, но ямы, которые страшны для гражданского внедорожника, его не тормозят На скорости 60 км в час он в буквальном смысле утюжит трассу Ну что, 1-1? Ну, согласен, согласен, 1-1 Ну, честно говоря, после 50 было реально страшно на танке Такое ощущение, что чуть дернешь только этот рычаг и все, и машина сразу идет в занос Ну, в целом-то неплохо Мне было страшновато на тебя смотреть, потому что земля дрожала, когда ты разгонялся Зато моща какая! Да, но я тебя уделал, понимаешь? Ну, ничего, поехали на лужи Я думаю, что они нас как раз-таки рассудят Отличие танка от любой другой машины – способность ехать под водой И даже если заглохнет в кучине, он может завестись Да и глубина, проходимая без подготовки брода, внушительная – почти полтора метра А вот легковому автомобилю, даже с хорошими ходовыми качествами, водные процедуры явно не по душе Колеса засасывает в грязь, а глубокие лужи грозят гидроударом Лучше уж в городе – по асфальту Все, застрял, не идет дальше После танков здесь ездить невозможно Машина просто вязнет, и все Ну что, Серега, сел? Ты давай за помощью, иди, я вылезти не могу Ну, я понимаю, что ты вылезти не можешь Сейчас, подожди, я только селфик на твоем фоне сделаю Мне рукой махать, да? Да, можешь махать рукой Я за танком На помощь!